Детское радио представляет Живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков Много лет я изучаю животных и растения, а вот теперь рассказываю тебе о них самые интересные истории Если ты пойдешь в московский цирк на Цветном бульваре, то наверняка увидишь номер с дрессированными попугаями Что только они не вытворяют, ездят на самокатах и на двухколесных велосипедах Да-да, лапами педали крутят Показывают чудеса эквилибристики на круглых бочках и даже забрасывают баскетбольные мячи прямо в корзину Ну, конечно, мячики у них маленькие, специальные, корзина игрушечная А научил всем этим фокусом птиц мой старый приятель Вениамин Игумнов Он из тех потомственных цирковых артистов, про которых говорят в опилках родился Ну, раньше-то цирковые манежи опилками посыпали Папа, мама, бабушка – все были цирковыми артистами И вот однажды Вениамин мне пожаловался на своих какаду Пожалуй, нет нужды описывать этого самого известного попугая Его сразу узнаешь по смешному хохолку на голове И в пернатой трупе у Игумнова в основном либо ара, либо какаду Ара – большие и даже помощнее других птиц, но ребят компанейские, с отличным характером и прекрасно со всеми остальными животными ладят А вот какаду вредничают Собьются своей отдельной стайкой и начинают пакостить Скажем, выполняет ара Гоша какой-то сложный трюк Все никак мячиком в кольцо попасть не может Только прицелится И тут какаду тихо подкрадется сзади и в самое ухо Карррр! Гоша мячик выронил, а публика хохочет до упаду На самом-то деле я со многими какаду знаком А некоторые виды у меня жили довольно долго и ручаюсь Ни одна другая птица так не привыкает к человеку и не отзывается всей душой на ласку, как какаду Они становятся совершенно ручными и требуют постоянного общения Помню однажды в израильском зоопарке австралийских животных Гангуру Я услышал в густых кустах сиплое манишма Как дела на иврите? За кустами оказалась вольера, в которой сидел очаровательный розовый какаду Он тут же подобрался ко мне и нетерпеливо склонил голову, подставив затылок Уж я-то знаю, что это означает Чеши! Почесал его нежно и под подбородком, и за ушками, и затылок Потом извинился, попрощался и только развернулся уходить, как раздался оглушительный виск на весь парк Попугай орал, как недорезанный, ругался последними словами, пока я снова не подошел чесать ему голову Так он меня добрых полчаса от вольера не отпускал Я думаю, что какаду-дрессировщика Вениамина Игумнова просто очень сильно ревновали хозяина к другим попугаям в этой пакостеле Тут мне вспомнилась любопытная история, которую рассказали австралийские коллеги Водится у них самый крупный, черный какаду, с нашего ворона величиной В природе он питается очень крепкими, как камень-косточками одного местного дерева Никто больше расколоть их не может Однако деревьев становилось все меньше и меньше, падала численность и этого подвида черного какаду Но тут лесники стали засаживать пустынные районы соснами и птицы распробовали новые угощения Орехи, которые какаду выковыривали из огромных шишек, так им понравились, что они стали питаться исключительно ими Прошло всего несколько лет и в сосновых посадках появились целые стаи шумных черных какаду А на ветках не осталось ни одной шишки Тогда лесничьи, которым и самим нужны были семена сосен, решили отстреливать прожорливых птиц Слава богу, эту бойню остановили биологи Они заметили, что в шишках, которые обработали какаду, остается довольно много орешков Где-то одна пятая часть А этого вполне хватало, чтобы сажать новые сосны в питомниках Да и за шишками не стало нужды по деревьям лазить Теперь птицы сами сбрасывают их на землю Я видел, как это происходит Сидит какаду на ветке, на одной лапе, а другой шишку держит Как-то и булочку или мороженое И ловко так клюм орешки выбирает, а потом швыряет ее вниз Вот так эти смышленые и очень красивые птицы из врагов превратились в помощников А как содержать какаду в доме, я тебе потом еще отдельно расскажу Так что до встречи, дружок, и до новых историй Живой уголок